Хотите страшилок яхтинга? Их есть у меня. Как многие знают, ну а может и догадываются, что кингстоны это причина того, что лодки тонут. Также все знают, что положение крана вдоль шланга открыто, а поперёк закрыто. Вот мы видим кингстон. Видим? Вот мы видим у него ручку. Вот эту ручку я открываю. Что-то у нас там побежало, но неважно. Кингстон открыт, правильно? Сейчас кингстон закрыт. Это кингстон на подачу солёной воды на кухню. Вот сюда идёт шланг, видно. И что же сейчас будет? Как вы думаете? Все видят фокус. Кран стоит поперёк фланга. А водичка бежит. Ладно, вы можете сказать, может быть что-то перепутано. Окей, ставим вдоль. Нажимаем педальку. Водичка бежит. Кран не перекрывается. И немножечко подтекает. И шансы у этой лодочки такие имеются. Уйти на дно. Вот вам страшилка. Сразу скажу, это не моя яхта. Меня попросили её посмотреть, что там с ней и как. Ну всё, ждите следующих страшилок. Может быть не очень хорошо был виден сам кингстон. Сейчас я отсюда его сниму. Вот. Вот его ручка чудесная. Трогать я её уже боюсь. Сейчас я лодку оставлю. А она и утонет. А, ну ещё дополнение. Почему же такое произошло? Что ручка работает, а вода не перекрывается. Это потому, что внутри запорная арматура, шар, он уже просто сгнил, растворился. Ну и вообще про кингстоны много есть информации. Какой у них должен быть материал. Также раньше ставили обвязку на анодную защиту. Все кингстоны обвязывали и заземление туда включали. Но сейчас так не делают. Так что вот. А, ну вы понимаете, что вот это вот заглушено, потому что ватерлиния у нас где-то вот там повыше. И если бы этот ответвленица была бы подключена, но не заглушена, отсюда бы текла вода хорошим напором.